На прошедшем чемпионате мира по спортивной гимнастике случилось важнейшее событие для отечественного спорта. Сборная России впервые в истории выиграла командное золото в многоборье. Представляете себе? Впервые в истории России. Наши спортсмены также заняли первое и второе место в личном многоборье. Сегодня у нас в гостях встречайте Никита Нагорный и Артур Далалаям, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Артур, я правильно понимаю? Смотрите, вы абсолютный чемпион прошлого года. Никита, вы абсолютный чемпион этого года. В этом году вы еще поделили там медали, значит, тоже золото-серебро, золото-серебро. Выиграли команды. Кстати, где медали ваши? Почему вы без медали? Где медали? Сюда несите нам. О-о-о-о! Спасибо! О-о-о! В этом году чуть-чуть... То есть это все, это золото. Я, как обычно, комплект приношу сюда, показать каждую, то есть... Это, значит, можно я... Давайте, ну какую золотую, да, я посмотрю быстро. Мы традиционно всегда смотрим медали. Вот она, вот она, вот это... Кстати, скажи, Ваня, какие красивые, в том году или... Я не помню, какие были в том году, поэтому эти красивые. Я каждый раз, когда мне показаны медали, я после этого иду и обнуляю память. Это очень красивые медали, и они очень дорогие. Так, а это чья медаль сейчас? Никита, это ваши медали? Нет, это Артура все медали. Это все три мои. К сожалению, да, мои медали находятся сейчас на зарядке. Да, мы не сказали, что они... Эти медали светятся. Что, а я... Чего? Нет, я серьезно говорю. Чего? Это впервые сделали медали светящие. Просто... У, слушайте! Тут USB есть. Посмотрите, USB. Я готовился к программе настолько... Подождите, а как они светятся? Я просто настолько переживал, что я на зарядке, как поставил их, так и оставил. Серьезно? Медаль нужно просто перевернуть, и она горит. Просто я свои уже так много раз показывал, что они разрядились. Потухла медаль. Да. Ребят, это что-то странное. Это, вы знаете, ну, золото тут есть же, там... Новации такие. Это, получается, не просто медаль, но и светильник. И ночью, если вы на себе их носите, бежите куда-то. Сразу видно, бежит олимпийский... Я теперь вообще могу. Чемпион мира. Ночью, чтобы свет большой не включать, дочку там перепели на... Вот, поздравляем, дочка родилась. Да, спасибо большое. Николь, да, назвали Николь? Вот как хорошо. Мы есть фотография. Смотрите. Артур, как бы, вот за что я люблю настоящих спортсменов. И бицепс показал, и ребенка. И бицепс, и ребенка. Расскажите мне, пожалуйста, как... Вот смотрите, вы, ну, вы даже внешне похожи. Ну, вы какие, ну, вы прямо такие... Вы как, прям как братья. У вас есть какое-то вообще, ну, в команде какое-то, не знаю, соперничество? Вы вообще в жизни друзья? Или вы сейчас изображаете? Нет, конечно, мы друзья, безусловно. А еще плюс того, что мы похожи. Вот, допустим, Артур сходил... Это с детства мы вам прислезли. В прошлом году, да? А поздравляют меня. Этим можно пользоваться. Конечно. Слушай, а как вы, как происходят ваши, ну, все-таки при этом вы же друг против друга выступаете. Как про... Расскажите вообще про хорошие, позитивные стороны и про плохие друг друга. Давайте. У нас на самом деле вид спорта-то такой, он неконтактный, морду бить друг другу не нужно, да? Ну, это... И работа на соревнованиях, она говорит про твою работу в зале, то есть на тренировках. И в любой момент, как бы, можно проанализировать свою работу, которую ты проделал. И понять, в чем ты где-то промахнулся и все. Не винить соперника. Как вы поняли, нет у нас плохих сторон, только положительные. Да, я об этом и подумал сейчас. Слушайте, ну, мы одна команда, нам нужно поддерживать отношения. А почему вы тогда не живете на сборах в одном номере? Вот я знаю, что всего один раз вы жили в одном номере, расскажите. Это, кстати, да. Ну, давайте. Я затронул эту тему, потому что, на самом деле, однажды мы... Это еще в юности было, да? Ну, сейчас мы старые, ну, ладно. Ну, да, вы старые. Я не суету. Ну, поскольку, поскольку, поскольку вам придется? Однажды, да, приехали мы на сбор и решили, что мы будем жить вместе, потому что, ну, карифаны, друзья такие хорошие. Ну, да. Вот. И не продержались даже суток, да? Помнишь этот день? Да, к сожалению. Стали драться? Что произошло? Весите. После этого мы не поругались. А что произошло? Почему вы не смогли находиться в одном номере? Ну, есть поговорка такая. Лидеры вместе не могут жить. Вот ты с языка. Ну, есть такое. Есть такое, ну, Артур, ну, что-то понятно. Мы поэтому с Витькой, и вот между нами диван. Очень похожая ситуация. Именно поэтому. Так, расскажите мне, готовы ли вы к Олимпийским играм в Токио? Сейчас прямо. Вот в данный момент можете сразу выступить? Да. Только 5 килограмм. Если вы заберете у меня, я пойду выступлю. 5 я заберу. Где там у вас? Мне побольше просто дали. Слушайте, подождите секунду. А правда, я знаю, что у вас вообще, ну, мы всегда думали, что это там у художных гимнасток, что очень важно следить за весом у вас. И вы можете резко набирать вес, да? Мы уникально немножко похожи, на самом деле, что как у меня есть проблемы такие с весом, и то, что подгонять под соревнования нужно обязательно. Это самый главный такой фактор. Так и Никита, и мы вместе постоянно с этим боремся. Сколько сейчас у вас лишних килограммов, Никита? 5. 5. А у вас, Артур, сколько? Я не взвешиваюсь, я не решился. А сколько соревнований закончились, когда? Перед вечерним ургодом мы уже не будем взвешиваться. Сколько, сколько соревнований же были? Ну, неделю, ну, когда? Ну, вот, да, недавно. За неделю пятерочку набрал? 4-5 дней уже, да. Ну, жертвец, конечно. Ну, жиробас, Никит. У них просто ваша фотография. И вы знаете, честно, ребятам скажу, вы плохо выглядите, честно. Кстати, вот здесь вот у нас есть вес. Я вам хочу сказать, вы обратили внимание, что у вас какие-то бугры на живота? С чего вы похожи, черного что себя прив... Запустили вы себя, ребят. Где гладкая от головы до плавок тело? Ребят, я хочу попросить вас сделать следующее. Нам нужно с вами провести небольшое исследование на важную тему, а именно, сможете ли вы сами, когда вы делаете вот эти сложные упражнения, ваши элементы, вы контролируете все тело, ну, естественно, потому что это требует того. Но при этом лица ваши становятся очень разными. Сейчас мы посмотрим рекламу. Приходится что-то отключать. Сейчас мы посмотрим рекламу и будем изучать эту непростую сторону спортивной гимнастики. Пожалуйста. Далее в программе российские гимнасты Артур Доволаян, Никита Нагорный, а также наш музыкальный гость. Мюзикл «Первое свидание». Кемпионы мира, Никита Нагорный, Артур Доволаян, сборная России. И, друзья, непростая, нас ждет с вами сейчас задача. Сейчас ваша задача, вы, поскольку сейчас находитесь в отпуске, давайте назовем вещи своими именами, разжирели. Мы вас не будем просить делать никакие элементы, мы будем просить сейчас как раз работать тем, чем вы обычно, ну, зачем вы следите в посту, не очень за вашими лицами. Поэтому сейчас задача ваша очень простая. Нужно повторить то, что вы увидите на экране. Наша дисциплина, которая называется «Лицевое многоборье». Пожалуйста. С кого мы начнем? Я готов уже. Мы начинаем с Артура. Пальстарт, Никит. Итак, Артур, пожалуйста, Артур, сейчас вы увидите свое лицо. И нужно будет максимально точно повторить лицом то лицо, которое вы увидите сейчас. Прошу вас. Давайте, давайте, вытягиваемся и... Вот, сделано. Спасибо. Какие-то усилия. Усилия. Так, Никит, вы готовы? Сбросил немножко, да. Готовы? Да. Смотрите на экран, пожалуйста. Я сейчас покажу вам. Попробуйте, давайте. Так, так. Неплохо. Неплохо. Спасибо. Давайте, давайте. Так, пожалуйста. Следующие... На многоборе или... Да, сейчас мы посмотрим. Следующая, пожалуйста, фотография Артур. Тут нужны прищепки. Нет, нет, подождите. Ветер нужен. Да, давайте, давайте. Наклоняй. Ну, голу надо. Вот. Вот. Губы поджимаем. Вот. Спасибо. Одной ногой уже был на Олимпийских играх, кстати. Там, ну, похоже. На этой фотографии? Ну, конечно, там... Прошу вас. Это, мне кажется, я жену свою видел там. Мне кажется, мне кажется, это... А? Неплохо. Она там усилит как раз, вот. Неплохо, вот, конечно, неплохо. Сейчас будет еще. Сейчас мы по сложности, понимаете, мы ведем. А, все. Ты сейчас сквозь ноги. Ну... Ну, ребят, ну... Ну, и сейчас, наверное, самое сложное... Самое сложное испытание, когда нам нужно было лицом тоже держать лицо и при этом... Пожалуйста. Здесь все просто. А давайте вместе. Я Кутин. Нет, 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 Артур. Артур, такие фразы произносить нужно в определенные моменты. Такие фразы может произносить только один человек в нашей стране. Значит, ребят, насколько я понимаю, что в России сейчас, перед тем, как произойдет Олимпиада в Токио, есть возможность, Никита, посмотреть конкретно на ваше выступление благодаря Алексею Немову и... Да, кстати, это потрясающее такое событие, которое у нас уже как традиция ежегодно происходит. 25 и 26 октября в Малой арене Лужники, в Малом стадионе Лужники, пройдет «Легенды спорта», шоу Алексея Юрьевича Немова, где я буду принимать участие, а больше я даже раскрою секрет небольшой. Ну-ка, давайте. Да. Я и моя жена, чемпионка мира, между прочим, тоже, и призерка Олимпийских игр. Вы про Дашу, что ли, говорите сейчас? Про Дашу, да. Про Дашу, передо мной? Да. Да, вот она здесь у нас. Покажите Дашу, Дашу, покажите. Да, вот она. Вот Даша у нас здесь. Так. Мы что с... И вы вместе с ней что? Мы готовим номер. Совместный номер? Совместный номер, да. Мужская спортивная гимнастика. Конечно, вы такое не увидите на соревнованиях точно. Поэтому, велкам. У нас нет шансов, мы придем. Дорогие друзья, вставайте и аплодируйте. Это чемпионы мира. Спасибо вам огромное. Спасибо, Артур.